Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и ва баракатуху. От имени компании Фисабиль и от себя лично я поздравляю всех верующих с наступлением священного месяца Рамадан. Рамадан. Желаю вам хорошего, благодатного поста. Пусть Вышний примет все ваши молитвы, ваши поклонения. И пусть каждое ваше поклонение будет наполнено получением знаний, откровениями, очищением души. Пусть этот месяц пройдет для вас наилучшим образом. Рамадан. Мне кажется, прекрасное время не просто для поклонения, но в том числе и для получения знаний. Не помню точно где, но сказано в одном из хадисов, что Алима находится на одну ступеньку ниже пророков. И в этом смысле, если мы делаем благодатное дело по уточнению знаний для себя лично, для своих близких, для своих родных, для своего окружения, в том, что подразумевается под тем или иным положением ислама, мы делаем благодатное дело. Значит, наступает одно из самых интересных периодов времени для тех, кто увлекается астрономией. Потому что время начала Рамадана, время его окончания, время начала Сухура, то есть когда можно утром, собственно говоря, позавтракать до появления первых признаков зари и до, так сказать, захода Солнца, до Магриба. Все эти временные периоды, они точно определяются астрономически. И мы, конечно, уже за последние, наверное, лет 10 привыкли полагаться на те расчеты, которые нам, так сказать, очень любезно предоставляет духовное управление мусульман. Это очень правильно, потому что, так сказать, не все обладают возможностью точно рассчитать начало того или иного периода. Но для молодых людей, для школьников и для всякого человека, который интересуется, так сказать, движением небесных светил, звезд и, так сказать, собственного положения относительно этих светил, мне кажется, это очень интересный период. Разумеется, мы все во всех наших делах пытаемся опираться исключительно на то, что нам говорит Священный Куран и хадисы. И вот здесь в качестве такого своего главного аргумента я хочу привести пятый аят из сура Рахман, 55-я сура. Солнце и Луна двигаются по точному расчету. Прежде всего, начало Рамадана. Начало Рамадана, разумеется, мы ищем новый месяц. И, так сказать, в те времена, когда не были доступны телескопы, не были доступны, так сказать, различные приборы, измеряющие ход и движение светил, то, так сказать, люди пользовались обычным зрительным наблюдением. Чем пользуемся мы? Я сегодня буду пользоваться приложением, которое называется SunSavaya, которое дает нам возможность увидеть основные параметры движения Луны и Солнца, которое позволяет нам определять, когда начинается Рамадан, когда заканчивается Рамадан, когда нам разрешается все еще принимать пищу в утренние часы, имеется в виду, до появления первых признаков зари, сухур, и когда, собственно говоря, нам нужно прекратить принятие пищи и поститься. Мы открываем приложение. Что мы здесь видим? Мы видим дату 5 июня. 5 июня мы видим, что, так сказать, в этот момент освещенность Луны минимальная, всего лишь навсего 0,19%. Ни один человек не может наблюдать Луну утром 5 числа. Несмотря на то, что Луна уже взошла, она находится, так сказать, в принципе, в поле видимости, в зоне, так сказать, в зоне видимости людей, она возошла в 4 часа 41 минуту. 10 минут спустя она уже находится над горизонтом, но освещенность Луны всего 0,19%. Это значит, что наблюдать ее практически невозможно в этот момент. То есть 5 июня в Махачкале в 4,51 мы Луну не видим. Значит, 5 июня мы, по идее, не постимся, потому что, так сказать, Рамадан еще не наступил. Что происходит дальше? Дальше мы начинаем, собственно говоря, двигать этот вот бегунок и смотреть, что происходит с Луной, что происходит с освещенностью. Наблюдаем вот эти вот цифры, во-первых, как меняется освещенность Луны, и наблюдаем, собственно говоря, в какое время суток это происходит. Мы смотрим, что и в 7 часов, и в 8 часов, и в 12 часов освещенность Луны все еще довольно низкая, даже нет 1%. Несмотря на то, что, так сказать, Луна уже находится довольно высоко над горизонтом, тем не менее, ее освещенность минимальная, солнце светит на всю мощь, и поэтому видеть Луну 5 июня не представляется никакой возможности. Хорошо, подходим к вечеру, наступает время заката, смотрим, когда у нас наступает время заката. Закат у нас, согласно этому же приложению, наступает в 19 часов 25 минут. В 19 часов 25 минут наступает закат, смотрим, что происходит в это же время с Луной. Луна заходит в 19.34, то есть в 19.25 село Солнце, Луна еще находится над горизонтом, достаточно низко, скажем так, видите, она находится по азимуту, она находится на уровне 288 градусов, это практически на севере, практически на севере. То есть наблюдать ее в это время суток при такой освещенности, которая меньше 1%, тоже практически невозможно, почти невозможно. Это значит, что 5 июня для региона Махачкала, здесь видите, здесь выставлено точное географическое положение Махачкалы, то есть 5 июня Рамадан еще не наступил. То есть мы реально не видим Луну, никто не видит, освещенность ее минимальная. Что происходит дальше? Двигаемся в ночь, мы смотрим, освещенность Луны постепенно нарастает и уже к примерно полночи, то есть ко времени, к часу ночи, у нас освещенность Луны 1%, но при этом ее нет на небосклоне, она находится за горизонтом. Луна взойдет только в 5.37, то есть да, освещенность ее 1%, но человеческому глазу это недоступно, он Луну не видит в этот момент на горизонте. То есть по сути дела человеку надо вот ждать появление Луны только в 5 часов 37 минут утра. В 5 часов 37 минут утра, и здесь говорится, что Луну можно ждать по адресу 57 градусов по азимуту. Это что такое по азимуту? По азимуту это, соответственно, вот, так сказать, сторону востока, вот севера, да. Фактически, это, так сказать, если человек смотрит на направление Киблы, Махачкале, то это будет, так сказать, по правую плечо, немножко, так сказать, дальше, чем правое плечо от него. Там можно ждать появления Луны в 5.37 утра. Мы понимаем, что уже полный день фактически, освещенность Луны 1,5%, то есть в принципе уже можно предположить, что Луна будет довольно-таки хорошо видна, а Солнце при этом взошло в этот день, смотрим когда, в 4 часа 13 минут. То есть Солнце зашло в 4, так сказать, в 4 часа 13 минут, а Луна взошла только практически полтора часа, так сказать, на полтора часа позже. Мы понимаем, что за полтора часа Солнце уже достаточно высоко поднялось, а Луна только-только появилась над горизонтом, поэтому наблюдать ее, наверное, будет затруднительно, затруднительно. Мы понимаем, что небосклон уже достаточно ярко освещен, освещенность Луны, то есть это тончайший месяц, полтора процента освещенности, это тончайший месяц, который появится на северо-востоке, но на радость нам всем мы понимаем, что 6 июня вот этот вот тончайший месяц будет постепенно расти в течение всего дня, и согласно вот этому приложению мы видим, что заход Луны состоится лишь в половине девятого вечера, в 20.34. То есть Луна будет целый день, на радость нам всем, находиться на небосклоне с половины шестого до половины девятого. Луна будет двигаться, то есть она пройдет вообще полный путь по небосклону, и мы будем весь этот месяц, мы будем весь этот день наблюдать движение этого месяца по небосклону целый день, 6 июня. Вот где с моей точки зрения, по моим личным расчетам, никому ничего не предписываю, просто делюсь моими собственными наблюдениями, разумеется. Вот когда наступает настоящий Рамадан. То есть для себя я принимаю решение, что поститься желательно, начиная с 6 июня, потому что именно 6 июня освещенность Луны достаточно высока для того, чтобы целый день ее наблюдать. Это тот день, когда, собственно говоря, месяц начался. Следующее важное положение для нас, для всех с началом Рамадана понять, во-первых, в котором часу заходит солнце. Ну и достаточно просто, время захода солнца, оно фиксируется везде, очень многими сайтами, поэтому здесь большой сложности нет. Солнце село, мы отпускаем пост, и, так сказать, начинается ифтар, начинается время ифтара. Но дальше, так сказать, следующие два важных уровня, два важных рубежа, это время начала ночной молитвы, и время сухура, и время прекращения сухура. Вот эти вот вещи являются для нас очень критическими, мы должны очень четко понимать. Конечно, в первую очередь мы руководствуемся теми таблицами, которые рассылает духовное управление мусульман соответствующего региона. Здесь никаких вопросов к этому нет. Но, опять-таки, повторюсь, что если у вас есть интерес к изучению астрономии и к пониманию более тонкой сущности всех этих временных периодов и показаний, лучше разобраться этим, так сказать, с помощью имеющихся у нас учебников, справочников и приложений. Итак, что важно знать для понимания того, когда наступает время ночной молитвы и когда прекращается сухур. Очень важное понятие для запоминания — это сумерки. Сумерки являются чрезвычайно важным пониманием вообще для определения молитвы. Что такое сумерки? Сумерки — это то время, когда солнце уже опустилось за горизонт, но его лучи все еще рассеиваются в атмосфере, и мы их видим. Очень важно понимать, что есть три вида сумерек. Гражданские сумерки, когда солнце опускается под горизонт, двигается вглубь от нуля до шести градусов. Это все гражданские сумерки, достаточно светло. Второе — навигационные сумерки, когда солнце достаточно глубоко опустилось, но находится под горизонтом на расстоянии примерно от шести градусов до двенадцати градусов. Это так называемые навигационные сумерки. Мы понимаем, что все еще достаточно светло, и никакая молитва в этот момент, разумеется, кроме Магриба, не совершается. И третье — это астрономические сумерки, когда солнце опускается еще ниже от уровня двенадцати градусов до уровня восемнадцати градусов. Когда солнце опустилось ниже восемнадцати градусов, наступает настоящая ночь. То есть время между тем моментом, когда солнце опустилось за горизонт, и восемнадцатью градусами — это, в принципе, время Магриба. Время Магриба. Вот этими тремя параметрами мы будем оперировать, когда мы будем определять в различные периоды времени время начала Иша, время окончания Магриба и, так сказать, время окончания Сухура. Кстати говоря, очень важно понимать, что именно об этом моменте сказано в Коране, что когда мы не можем различить черную и белую нить, имеется в виду утренние часы, не вечерние, а утренние часы. Имеется в виду, что когда не подступил еще период начала астрономических сумерек в утренние часы, то есть когда Солнце не приближается к горизонту на уровень восемнадцать градусов, кромешная тьма, никакой ни белой, ни черной нити, так сказать, различить невозможно, потому что очень темно. Да и вообще это метафора, на самом деле, насколько мы знаем. То есть, черная или черная белая нить. То есть, восемнадцать градусов в тех регионах, где Солнце опускается под этот уровень, является очень важным показателем для определения Сухура. Дата шестое июня. Восход Солнца в четыре часа тринадцать минут. Первый день поста. Значит, в четыре часа тринадцать минут вы уже поститесь. Опоститесь, на самом-то деле, нефть, так сказать, пост начинается даже не в четыре тринадцати, а он начинается раньше. То есть, начинается тогда, когда наступают, когда, собственно говоря, заканчиваются астрономические сумерки. В два часа ноль одну минуту в Махачкалу, в Махачкале. Вот после этого времени в Махачкале уже нельзя есть и пить. После этого времени. То есть, все, что до двух часов ноль одной минуты, вот Сухур желательно закончить до двух часов ночи. До двух часов заканчиваем Сухур. Дальше наступает ночь. Наступает ночь. Закат происходит в девятнадцать двадцать пять. Девятнадцать двадцать пять закат. Это время Магриба. Время отпустить пост. То есть, по сути дела, ваш пост длится с двух часов, это время, так сказать, окончания астрономических сумерек, до девятнадцати двадцати пяти. Довольно длительный период времени, но я думаю, что за несколько лет мы уже привыкли к таким длинным постам. Мы можем, так сказать, поститься, отказываться от еды, пищи, близости, так сказать, с супругой и, в общем, к совершению благих дел. Стремимся к совершению благих дел. Дальше. Закат в девятнадцать двадцать пять. Посмотрим, что происходит после девятнадцати двадцати пяти. Обращаем внимание. Первые сумерки, вечерние гражданские сумерки, восемь часов вечера. То есть, это время, это все еще время совершения Магриба. И двадцать сорок четыре, это время совершения Магриба. Двадцать один тридцать восемь, это вечерние астрономические сумерки. Это значит, что после этого периода времени, после двадцати одного тридцати восьми, наступает настоящая ночь. То есть, вот именно в это время можно читать молитву Иша, ночную молитву, и совершать первый таравих первого дня Рамадана. Раньше не можем этого делать, просто потому что солнечный свет все еще рассеивается в атмосфере. И, так сказать, для особо зорких солнечное освещение все еще, так сказать, свет солнечных лучей все еще заметен в атмосфере. То есть, раньше двадцати одного тридцати восьми мы не совершаем ни таравих, ни Иша в Махачкале. А позже у нас, собственно говоря, эти две молитвы можно совершить. Время сухура. Обращаем внимание, перешли к седьмому июня. К седьмому июня. Что происходит седьмого июня? Мы смотрим. Седьмого июня восход солнца. В четыре часа тринадцать минут восход солнца. Но мы понимаем, что мы руководствуемся не только восходом, а мы руководствуемся другими вещами. Мы руководствуемся, так сказать, утренними астрономическими сумерками. Мы смотрим, что утренние астрономические сумерки наступают в 2 часа. Это значит, что до 2 часов мы должны прекратить есть и пить, и иметь близость с супругой. То есть 2 часа — это время появления первых признаков рассвета. Желательно, соответственно, закончить сухур до этого времени. Дальше, как мы видим, в 2.54 — это навигационные сумерки, еще светлее стало. Гражданские сумерки в 3.39 стало совсем-совсем светло. Ну и солнце взошло в 4 часа 13 минут. Это первые два дня Рамадана. Вечером того же дня мы смотрим на астрономические сумерки, вечерние. Вот есть вечерние астрономические сумерки, 21.39. 21.39 — это время магриб-намаза в Махачкале и время начала Таравиха. Намаза Таравиха. Вот таким образом по этому приложению, по этому мобильному приложению я рекомендую для всех любопытных, для всех интересующихся следить за движением небесных светил, за их расположением над горизонтом и под горизонтом. И тем самым более точно определять для себя время начала молитв и время окончания молитв и поста. Сейчас хочу рассказать про особый случай немножко. Это Москва. Дело в том, что в отличие от Дагестана и от Махачкалы, в Москве нет ночи. Строго говоря, руководство строго астрономическими данными, в Москве ночи нет. В Москве есть только сумерки. И поэтому для нас понимание того, когда мы отпускаем пост и когда нам можно совершать сухур и оканчивать сухур, определяется временем начала и окончания сумерек. Это важное положение. То есть в Москве в этот период времени ночи нет. И самое темное время в Москве — это когда солнце располагается под горизонтом не ниже 12 градусов. Видно, написано, что астрономические сумерки отсутствуют. Даже навигационные сумерки отсутствуют. Существует только гражданские. Но это очень тяжелая ситуация для нас, для всех. То есть фактически у нас даже в самое темное время суток в Москве очень светло. Очень светло. Это значит, что мы можем выбрать только самое-самое темное, возможно темное время для этого периода. То есть гражданские сумерки у нас в 22.07. Предполагается, что в 22.07 в этот день, 6 июня в 22.07 мы можем прочитать Ишанамаз. Ишанамаз и, соответственно, после этого Таравих. Вот можно посмотреть, кстати, ради интереса, самое темное время, когда в Москве солнце садится максимально низко за горизонт. Смотрим на эти показания. Вот видите, сейчас 0.3 градуса. Минус 9, минус 10, минус 11. И это 0 часов 36 минут. Вот это время я бы посчитал для себя самым правильным временем для чтения Ишана Маза и для чтения Таравиха. Я посчитал бы для себя. Потому что по астрономическим показаниям это самое темное время. Самое темное время. Второй момент. Тоже очень значимый, очень важный. Когда нам прекращать сухур? Ну, судя по этим данным, мы видим, что гражданские сумерки наступают в 2 часа 50 минут. В 2 часа 50 минут. Но это сумерки. Мы понимаем, что ночи нет. И реально, ну, если так уж совсем-совсем-совсем строго подходить к этому делу, то я бы, условно говоря, вот уже примерно с часу ночи, для себя лично, не для всех, разумеется, а для себя лично, я бы считал бы все-таки временем окончания сухура. Но если руководствоваться, условно говоря, относительной величиной, там, самого темного времени и светлого времени, когда, так сказать, наступают гражданские сумерки, то этим временем считается 2 часа 50 минут утра. То есть, условно говоря, примерно, не знаю, в 2 часа 45 минут, согласно этим показаниям, желательно прекратить принимать пищу. Еще раз повторю, что все, что я говорил до сих пор, касается моей личной практики. Я, так сказать, не считаю себя знатоком шариата, так сказать. И единственное мое стремление попытаться разобраться более точно в тех научных знаниях, которые легли в основу очень значимых для нас ритуалов. Просто, поскольку я занимаюсь наукой в других областях жизни, мне показалось, что и в этом вопросе я мог бы разобраться. Слава Богу, появились новые приложения, которые позволяют нам очень точно определять движение небесных светил, и, так сказать, их расположение на горизонте, освещенность небосклона в разные периоды времени. Это позволяет мне более, так сказать, более точно для самого себя определять очень важные точки начала молитв, окончания молитв, начало поста, окончания поста, время проведения сухура, время прекращения сухура. Так что все эти вещи являются очень значимыми. И я со своей стороны советую и рекомендую каждому, в общем, окунуться в это интереснейшее занятие, в попытке разобраться, что же лежит, какие же научные знания лежат в основе некоторых положений Корана. Ну, еще раз хочу пожелать всем хорошего поста, значительного приближения к знаниям, сердечного очищения, когда остаются в прошлом всевозможные наши какие-то сомнения, терзания, то, что мучает, то, что, так сказать, осложняет нашу жизнь, то, что делает наше самосознание каким-то таким нечетким, неясным. Как известно, у нас в исламе отсутствует понятие сомнения в поклонении. И хочу вам пожелать еще раз отбросить всякие сомнения в поклонении. Это незатруднительно, легко для вас, и, так сказать, оно принесет вам только благо. Надеюсь, что к концу месяца вы придете, так сказать, в новом качестве, с новым чувством, с новым ощущением. Зафиксируйте этот момент в своем сознании, в своем сердце. И пусть в этот момент осознания будет в том числе осознанием милости Всевышнего, поскольку наше пребывание, оно, собственно говоря, предопределяется огромным количеством самых разных факторов, людьми, мыслями, ощущениями, местом, где мы находимся. И, так сказать, вот это, так сказать, общее стечение всего того, что нас окружает, очень часто усложняет для нас жизнь. Пусть все эти сложности будут в сторону, и вы четко осознаете ясный путь, к которому вы идете, и, так сказать, который, по сути дела, является очищением сердца и, так сказать, выполнением богоугодных дел. Ас-саламу алейкум, ва рахматуллах, ва ракатуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok